Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Всем известно, что хороший ночной сон является залогом бодрого состояния и хорошего настроения с самого утра. В спорте, как в области деятельности с наиболее высокими требованиями к организму, сон приобретает еще более важное значение. Об этом свидетельствуют многочисленные научные исследования, в том числе проводившиеся в последние годы. И наоборот, дефицит сна или его плохое качество, например, прерывание по какой-либо причине, выливается в пониженную работоспособность. Однако однократный недосып, как еще называют укороченный по сравнению с привычным или достаточным сном, не всегда приводит к ощутимым негативным последствиям. В моей карьере был один случай, подтверждающий это. «Дело было накануне марафона на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Ничего не предвещало негативных моментов. Мы легли спать накануне старта в привычное время, после чего мой сосед по комнате, марафонец из Уфы Григорий Андреев, заснул, а ко мне сон никак не приходил. Я не испытывал какого-то необычного волнения, не смотрел телевизор перед сном. Тем не менее, я так и не заснул в течение всей ночи. Точнее заснул, когда за окном небо начинало светать. Понятно, что это не могло радовать, но удивляло еще больше. Я был уже опытным спортсменом, к тому же это не была моя первая Олимпиада. Благо, марафон стартовал в 6 вечера, и у меня была возможность поспать днем, тем более, что афинская жара не способствовала бодрствованию в середине дня. В итоге, ко времени отъезда на старт, я был бодрым и в отличном состоянии. Рассказал об этом эпизоде подробно, потому что это будет иметь отношение к дальнейшему рассказу. Полноценный сон крайне важен для спортивной работоспособности, причем необходима как достаточная продолжительность, так и глубина сна. Это связано с тем, что именно во время фазы глубокого сна вырабатывается около 95% гормона роста. Так организм восстанавливает мышечную и костную ткани, в первую очередь те повреждения, которые они претерпели во время предшествовавшей нагрузки. Поэтому дефицит гормона роста или соматотропина, возникающий по причине плохого сна, негативно сказывается на работоспособности. В частности, при дефиците сна спортсмены отмечают субъективное ощущение более высокого усилия, необходимого для выполнения нагрузки, даже если их объективные показатели выносливости и силы остаются на высоком уровне. Если недостаток сна имел место в течение одной ночи, например, когда пришлось лечь спать позже обычного, а подъем был привычно ранний, то снижение работоспособности будет не очень существенное. Однако, чаще бывает, что человек недосыпает понемногу в течение рабочей недели и пытается восполнить этот дефицит долгим лежанием в постели утром выходного дня. Наверняка вы слышали, что это не самый хороший вариант по двум причинам. Первое. Избыток утреннего сна не успевает за два дня компенсировать дефицит, накопившийся за пять дней. Второе. Более долгое лежание в постели в выходные нарушает сложившийся стереотипы отхода ко сну и пробуждения за время рабочей недели. Если же принять во внимание, что основное восстановление имеет место за счет соматотропина, который вырабатывается в первой половине ночи, то отсыпание на выходных не компенсирует дефицит восстановления в течение недели. Исследования показали, что дополнительные полтора часа утреннего сна дают эффект полного восстановления силы, выносливости и быстроты мозговых функций только после четырех-пяти дней. Этот эффект сохраняется в течение почти недели после такого периода, даже если вы вернетесь к дефициту ночного сна. Результаты этого исследования подтверждают правильность рекомендаций, которым я следовал сам и теперь даю своим ученикам. Они заключаются в том, чтобы ложиться спать не позже 23 часов, а при необходимости раннего подъема, например, в 5 утра, желательно ложиться спать еще раньше. Второе. Это то, что перед важным соревнованием необходимо не просто выспаться в последнюю ночь или две, а в буквальном смысле накопить так называемую наспанность в течение всей предшествующей недели. В этом случае, даже если не получится хорошо поспать в ночь перед стартом, вы будете способны показать хорошую физическую работоспособность. А если все же у вас нет возможности полноценно высыпаться ночью, может ли короткий дневной сон хотя бы отчасти компенсировать это? С одной стороны, есть утверждение, согласно которому дневной сон у взрослых неэффективен для восстановления. Но все же и тут есть свои исследования, которые говорят об обратном. Причем проводились они не только в Северной Америке, но и в Европе, Азии и даже Африке. То есть география исследований охватывает очень разные этнические группы. Если суммировать их результаты, можно сказать следующее. У спортсменов с дефицитом ночного сна, добавление небольшого количества сна днем улучшило их работоспособность, переносимость силовой нагрузки и нагрузки на выносливость, а также общее самочувствие. Продолжительность дневного сна в исследованиях имела довольно широкий диапазон – от 20 до 90 минут. Важным было также время дня, когда сон имел место. Если испытуемые спали между 13 и 16 часами, то улучшались показатели физической и умственной работоспособности, снижалось или пропадало чувство утомленности и мышечные боли, уходила сонливость и поднималась бдительность. Если же дневной сон имел место между 16 и 20 часами, все перечисленные показатели изменялись незначительно, либо даже ухудшались. Важным было также то, что измерения и опросы участников исследований проводились через 30-60 минут после пробуждения. Какие можно сделать выводы? Если вы хотите компенсировать ночной недосып за счет добавления дневного сна, имеет смысл делать это в послеобеденное время. Пытаться поспать после окончания рабочего дня не принесет улучшения. Интересно также следующее. Испытуемых спрашивали, как повлияло добавление дневного сна на качество засыпания и сам сон ночью. Подавляющее большинство отметили улучшения и в этой сфере. То есть дополнительный сон днем не влиял негативно на засыпание ночью. Подводя итог. Для хорошего восстановления после физических и умственных нагрузок крайне важно иметь регулярный полноценный ночной сон, как по продолжительности, так и по глубине. Если возникает дефицит ночного сна, можно во многом компенсировать его за счет добавления короткого дневного сна. Его продолжительность должна составлять от 20 до 90 минут. Дневной сон должен иметь место между 13 и 16 часами. Если такой возможности нет, лучше пропустить его и поспать на следующий день в нужное время, так как сон после 16 часов может снизить вашу работоспособность. Как и после ночного сна, начинать тренировку после дневного нужно не ранее, чем через полчаса после пробуждения, чтобы дать возможность организму вернуться в полноценное активное состояние. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, там много полезного.